Одна фотография, но две разные эпохи. И возраст героев снимка с разницей в семь десятков лет. Виктор и Георгий Берневек. Оба уже давно дедушки, а на фото, которое держат в руках, мальчишки-подростки. Когда я пришла к ним в гости, я поняла, что они настолько разные. И сперва фотографировала их раздельно. Но потом я заметила старую фотографию. Мне показали ее, на которой они еще детьми. Это довоенная фотография. И захотелось повторить эту фотографию точно так же, по-братски. Что такое война и кто такие немцы, братья Берневек узнали, когда одному было 10, а другому 14 лет. Виктор Савельевич рассказывает, война забрала отца. Враг разгромил родной дом на северной стороне. Приют они с мамой нашли в теле под Симферополем. Ребята-подростки работали на конюшне. Все время вместе. И далее по жизни. После войны вернулись в родной Севастополь, где построили дом, на том же месте. Мы с братом решили, у нас большой это огород, 12 соток. Он говорит, я остаюсь. Ну, он, как ты хочешь, здесь строится или так. Я говорю, я возьму на новом половину. А он взял на дом разбитый, у меня есть полностью. Ну, сейчас он построил, я сейчас из него не могу. Еще одна героиня проекта – Евдокия Островерхова. Она на войне боролась с человеческой болью – душевной, моральной и физической. На фронт лечить раненых пошла 21-летней девушкой. Когда началась война, я работала в поликлинике на фельдшерской и кушерской школе. И меня вызвали по повестке в райвоенкомат. Прошла всю войну, сначала до конца. Прошла через Украину, Венгрию, Австрию. И уже в Австрии продолжала воинская поликлиника, 14-я стоматологическая поликлиника. На фотовыставке героев таких, как Евдокия Островерхова – 65. Над экспозицией «Посмотри на моих бойцов» трудились 11 членов Творческого союза «Севастопольский фотосалон». Для авторов проект, посвященный ветеранам Великой Отечественной, уже пятый по счету. «Живая память», «Солдаты народной войны», «Мы из блокады», «От героев былых времен» не осталось порой имен. Результат двухлетней деятельности фотосалона. На этот раз героем экспозиции стали жители Гагаринского района и северной стороны. Сражавшиеся на разных фронтах, но живущие в Севастополе. Веселые и серьезные, жизнерадостные и задумчивые, воевавшие и завоевавшие мир. Как много в них жизни, несмотря на то, что некоторые так плохо себя чувствуют, на съемку собираются, сидят, ждут, надевают эти тяжелющие кителя. И вот мы хотим вот это передать, попытаться хотя бы передать, что они необычайны. Это еще один способ, личный мой способ сказать им спасибо за то, что мы есть. Они, по сути, сделали все для того, чтобы мы были сейчас, чтобы мы жили. Организаторы выставки говорят, на снимках люди, которым пришлось восстанавливать Белокаменный, каким он был после войны и уже отстроенный, рассказывает вторая часть экспозиции. Здесь фотографии из личной коллекции Вячеслава Горелого. Часть светописей вошла в книгу Евгения Чверткина «Не запытай Севастополь». В Севастополе каждый камень, каждое здание, которое сохранились с тех времен, несут в себя не просто отпечаток каких-то людей, которые там жили, они несут в себя отпечаток времени, отпечаток истории. Ну и мне кажется, что вот эта выставка, которая открывается сегодня, является собой такое знаковое событие, потому что в одном зале собрались люди, которые помнят войну, такой, какая она есть. А посмотреть на фотографии бойцов, таких, какими они есть, можно в административном корпусе музея «35-я береговая батарея» до 30 июня. Кроме этого, мини-выставки из данного проекта работают в некоторых учебных заведениях города и в кафе «Безумные чаепития». Ольга Деменчук, Олег Ивашенко, программа «Наше время».